Ну хорошо, давай что рассказывать о себе. Вообще-то я очень люблю равноправиться. И не люблю постоянно, ужасно. Еще мечта моя стать на самом деле деловой женщиной. И иметь такой же офис, как сейчас, ну получивая еще. Еще я очень люблю общаться с людьми старше меня, потому что я знаю, что мои опыты в нашей жизни не очень интересны. И еще я хочу вас управлять с героев. Что оставайтесь такими, какие вы есть, и не меняйтесь. Я считаю, что человек должен быть такими, какими. Сегодня встречаем, приветствуем Гумен Литу! Админь! Ну-ка, пожалуйста, подойте ко мне немедленно! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Когда мне тяжело и грустно, я плачу, никогда не скрываю своих чувств. В это время мне очень хочется, чтобы была осень. Осень — это унылая пора. Идет дождь, вся природа как бы засыпает. И постепенно все это проходит, и я становлюсь веселой жизнью раз. Появляется желание смояться, возникает потребность в общении, веселой компании. Вот я говорила про осень, и не думать, это не мое любимое время года. Вообще, мне подходит и буду сказано. По природе нет плохой погоды. Я люблю все времена года — и зиму, и осень, и весну, и, конечно же, лето. Летом я люблю отдыхать на море. Море — моя стихия. Оно как бы поглощает все проблемы. И для меня в это время существует только море, солнце, горячее камни. Спасибо. Да-да, я вспоминаю Сентябрь, море, Павказ, лагерь Орлёнов. Следующий участник нашего конкурса — Диляра Хустаинова. Встречайте! Здравствуйте. Меня зовут Диляра. По гороскопу я лев. Я люблю лето, море, солнце. Люблю рената, эскимо. И приключения. Вообще не поседу, не могу сидеть на одном месте. Не люблю шить, вязать, вышивать. В людях я не люблю ложь, пальцы, лицемерие. Обожаю людей, которые любят меня. Люблю веселые компании. Спасибо. Время установлено на ваших ящичках. Таким образом вы совершаете свой выбор. Пока журец думает, я вам подъясню условия следующего конкурса, к которому мы сейчас приступаем. Следующий конкурс будет представлять нечто интеллектуальной разминки. Каждая из девушек, вообще любой человек в повседневной жизни попадает во множество струнительных ситуаций. И от того, насколько он оригинально, быстро умеет выйти из этих ситуаций, зависит подчас очень многое. Итак, следующий конкурс – разминка. На столе лежат пять открытых, каждый из которых описан, да, или, знаете, труднительная ситуация, вопрос, на который девушки должны будут найти неожиданное решение. Я приглашаю их за сцену. Пожалуйста, присаживайтесь. Выбирайте вопрос. Вы можете положиться на ингредиент, там будет я вам, и по очереди выходить в микрофон. Наверное, надо дать 30 секунд девушкам, чтобы они сообразили. В конце концов, некоторое время на обдуманных всегда может быть. Марина. Вам первый, вам труднее всего, поэтому вам больше всего поддержит публика. Вам вопрос значит такой. Вы сидите с своим другом в кафе. Неожиданно ваш друг порезал память. Вы предлагаете ему перебязать его в вашу платку, открываете струночку и обнаруживаете, что забыли платок в зону. Ваши действия. Селезная шага. Знаете, я бы, наверное, бы сделала так. Я бы сказала, ну, ты, чтобы, чтобы ты пошел пойти со мной в кафе, должен иметь все. И платок, и все остальное. То есть, он должен как-то достать свой платок. Когда вы уходите с гостей, с кем вы в первую очередь должны попрощаться. Компорт, и все остальное. Прекрасно. 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 Я не буду, но в принципе я к ней не подошла. А если к вам подошли? Разрешите представить. Если мы одержимся, я с удовольствием, если девушка не подошла. Итак, следующая участница конкурса, ее проблемы и ее оригинальные решения. Ксения, прошу вас. У меня вопрос такой. Родители неожиданно уехали, и вы пригласили к себе своих друзей. Шумная компания задержалась до утра. В это время раздается звонок, и на пороге появляется ваша мама и папа. Ваша песня. Я, наверное, скажу, мам, ты не расстраивайся, мы ночевали, мы только что пришли. Вопрос. Снимает ли женщины перчатки при купожателе? Это же мужчина. АПЛОДИСМЕНТЫ Попробуйте. Неожиданно совершенно незнакомый человек касается вам на встречу с Хитанией. Наконец-то я тебя нашел. Какое счастье. Когда ты вернешь мне мои 100 тысяч? Ваши действия. Я бы, наверное, поступила так. Я бы пригласила этого человека в ресторан и сказал бы, давайте поужине. Платить буду я. Я думаю, мы бы нашли блюдо на 200 тысяч рублей. Тем более сейчас это не купившие большие деньги. И второй вопрос. Кстати, где мы 100 тысяч? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не надо обманывать. Нужно ли обращать внимание на службы, которые происходят среди ваших гостей? Ну, конечно же, это мои гости. Я бы, наверное, если такая ситуация произошла, я бы, наверное, как-то помирила своих гостей. А если они подрались уже? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я думаю, что у меня у меня сейчас такого, как здесь, не может. АПЛОДИСМЕНТЫ Отлично! Отличный ответ! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Выключая этот конкурс, Диляра, прошу вас, ваше оригинальное решение. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы поругались родителями. Они запретили вам выходить из дома, и ушли, закрыли дверь, забрали с собой плечи. АПЛОДИСМЕНТЫ Приезжает ваш друг и говорит через домочную скважину, что сегодня у родителей хотели познакомиться с вами. Вы же жжете на восьмом этаже, ваше действие. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну я бы, наверное, это... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, я так и хочу сказать. Ну я бы, наверное, спрашиваю, что ли. Или я думаю, что все-таки мы принесли эту встречу. Я не знаю, как другу бы с вами. Нам бы что-нибудь приедомо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Простите внимание, какая логика. Думать должен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В какое время суток нужно говорить «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Добрую ночь». Я считаю, что если вы в любое время скажете «Доброе утро», вас, может, неправильно поймут, но все-таки приятно, когда тебе говорят что-то доброе. Ну, мне кажется, поняли бы человека, который сказал бы мне всем «Доброе утро». Вот. Главное, что доброе! Главное, что доброе! Главное, прекрасные ответы у всех участников, поэтому мы всех участников благодарим, даем, потому что жюри приступает в выполнении своих обязанностей, вот, а участницы готовятся к следующему конкурсу. Это... А, вы можете здесь, вы можете с вами. А, молодец. А, молодец. Девочки, выбирайте! Смотрите, молодые люди! Молодец! А, молодец! А, молодец! А, молодец. Вы можете здесь встать. А, надо... Я тут кого не советую! Я думаю, что молодец. А, молодец... А, молодец. А, молодец. Не фиксируем. А, молодец. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Я познакомилась с молодым человеком, которым за... Сейчас скажу. Что такое имя сложное? Натим, извините. Вот, ему 21 год. Он работает охранником на конференции. Вот, один год. Он, значит, живет в Челнах. Он любит развлекаться в ресторане с женой компанией. Вот, он близнец. Ну, так как он не носит кольца, я поняла, что он не женат. Хорошо, Лиза, ты тоже очень много выяснила. Дети различные. Вот, у него такая серьезная протеза. Ты не знаешь, он в армии служит? Здравствуйте. Здравствуйте. Прекрасно. Хорошо. Хорошо, прекрасно. Приветствую. Вот, они, вам, друзья. Очень спасибо. Включайте самку. Узываться сестренка идем в вызову. У сестренки маленькие. Не представляете, ее надо будет забрать в школу. Я, например, с этим не справился. Но о том, как справиться наши девушки, вы сейчас будете видеть с нами. Итак, прошу вас. Прошу вас. Марина, вот ваша сестренка, выбирайте патанаса. Устану. Устану. В오ение за направление. В зависит от того, чтобы показывать решения силов, этого типа она, которая называется Вады Балач Ч и Генそんな момента. Устану. Ах да, всё. Ах такали, как уровень. Ах да, цепь. Продолжение следует... 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 Вот берёдка, как же она так залит, не ложит к лету, вот она вот так вот клонировалась ниже всех. Понятно? Помощник, прошу. Подул ветер, докачались деревья, а одна берёдка наклонилась ниже всех. Хорошо. Прекрасно. И стрелец. Вот берёдка. Вот берёдка. Вот берёдка. Вот берёдка. А так, внимание, все приготовьтесь. Адмитры, мы так приготовились. Важно светить, думать ветер. Нашла луна. Падут ветер. Закачались деревья, а одна берёза склонилась ниже всех. Дальше. И в лесу выехал в бой. Падут ветер. Падут ветер. Падут ветер. ПОДПИШИСЬ! О! Вы можете контрабнуть! Ну, давай, кероска! Давай, кероскорб! Давай, кероскорб! Актеры приготовиться! Всем актеров! Лёна и Дуба-смертный! Зашла Луна! Луна уже не полная была! Покур ветер! Закачались съездья! Одна береза по нему и все! Из лета выиграл в гость! Иван Каревич, наконец, а в лесу в это время дрожала Принцесса. Кто хочет дрожать? Принцесса, 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 вернался, принцесса. Внимание. Артерам все приготовиться. Нашла луна, подул ветер, закачались деревья, одна береза склонилась ниже всех, из леса выехала мангдарей, а в лесу в облажении отражалась принцесса, взял и вам залезь принцессу, позадил наказала! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ 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 В аду ветер закачали деревья, А луна береза слонилась ниже стен. В низницу выклыл Иван-царевич на коне. А в лесу в это время сражала принцесса. Взял Иван-царевич принцессу, посадил на коня. И поехали они по дворецу. На коня, даже на коня. Мы еще раз, когда в аду ветер взяли с конем. Мы еще раз, когда в аду ветер взяли с конем. Я, кажется, принцессу. Последний. Давайте с коня, с коня. Здесь меня не подпишет. А как? Смотрите, вас, дали, взял и взял. В аду ветер взял. Мы за вами вдвоем взяли с конем. Что у нас получается? Ситуация есть, понимаешь? Мы должны взять вдвоем, а то... В аду ветер закачали деревья. А за гроза слонилась ниже стен. Из леса выклыл Иван-царевич наконец. А в лесу дрожала принцесса. Взял Иван-царевич принцессу. Посадил только я. И поехал посмотреть. Деда! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Труднее всего тем артерочкам! Аплодисменты, которая выполняет Самые главные роли вспышевшего меркам — Мулна. Так, в антаге Ксюши. Боже мой, я сегодня не спешил. Прошу вас, Юля, я тут не работаю, говорят. Вот сюда. Ну, что у вас очень много здесь. У нас есть витамин А, по-другому называется витамин антропин. Ну, все хорошо. Всего огромное спасибо. День обыкновенной. Солнце будет называться ваше госпи. Вот, и в этом конкурсе учатники должны рассказать или показать свое увлечение. Вот, и каждый из учатников представляет свое любимое дело. Некоторым можно еще и показывать. А, конечно, задача жулить, а потом только начать. В конкурсе, по ходу нашей программы, девушки несколько раз называют меня лицом. свой облик, применяя все виды оружия для того, чтобы очаровать публику и, естественно, в первую очередь очаровать жюри. Но сейчас уже все готово, и поэтому мы предупреждаем наших операторов, готовьте фонограмму, первой выступает Марина Ваня, первая выступает, представляет твое фонфи. Я вам хочу рассказать о моем влечении. Мое влечение – это собака. Почему я выбрала собаку? Потому что я считаю, что собака не только лучше двух человек, но и сосед. У меня есть собака, ее зовут Боня, я очень люблю его. И мне кажется, что иногда мне просто его не хватает, не могу без него жить. Мне кажется, если у тебя не было собак, то люди бы не могли существовать. Даже собака, мне кажется, собака и человек – это два, это совсем одинаковые существа. Они так же друг друга понимают. Если собака умела говорить, то бы она, наверное, бы очень хорошо понимала человека. Теперь я хочу попросить, пиздала кого-нибудь, кто мне скажет прицеп, как дрессировать собаку? С тобой, да? Ну че, кто выйдет? Мама хочет. Мама хочет. Хочется? Мама хочет. Мама хочет. Мама хочет. Сейчас собаку есть. Ну что это за повезмерцы? Ну что же это? Моё хобби, я считаю, что моя хобби это принимать гости. У меня много увлечений, но это одно из моих любимых. Когда ко мне приходят гости, я вообще обожаю, что возьму гостя. Ну, люблю помогать маме. И я хочу дать Жили попробовать мой тортик. Ещё одна атака через желудок, сожжете. Это не тесно! Подслаживайтесь, это время. Своим любимым гостями. Турчик? О, за секунду. Зашёл. Зар prima. Утпы. Что ты живешь? Продолжение следует... 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 Оооо, туристы, аааа. Что вы еще? Что вы потеряли? Рейку. Здесь нет рейку. Здесь нет рейку. А у вас нарисовано? Кого? Лизу? В Гуме Лизу? А где она, Вот, Рик, Левос-Кул? Где здесь? О, в Гуме Лизу. А где она? О, вот. А вот вместо палат. Зовите, если она где-то здесь должна быть. Зовите ее. Лиза! 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 Громче! Лиза! Нету! Нету! О-о-о! Нашлась Лиза! Сейчас я вам покажу! Лиза! 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 Отпускаемся теперь! Я и мое увлечение, мое хобби – это туризм. Вообще, для меня это азартный вид спорта. Я незнакомое чувство страха. И вообще, я люблю экстрем. Для меня экстрем – это что-ли такое, знаете, он занимает большую часть моей жизни. Это мое самое любимое увлечение. Это мое самое любимое увлечение. И тем, кому незнакомое чувство опасности, то я вам это расскажу в этом спортом подробнее. Все, спасибо! Спередное выступление! О-о-о-о! Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Близится к завершению И последний конкурс, в котором будут соревноваться участницы Это конкурс танца Самый красивый конкурс поставлен в последнем нашей программе И во многом он будет определяющим Поскольку язык танца, классика танца Она очень выразительна И сама себе расскажет о наших участницах Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Клянемся мы, всем вам всегда, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok